...покупать машину без пошлин, НДС, без газовых пошлин. Поэтому очень много было накуплено этих машин, сейчас этой льготы нет. И мы надеемся, что все-таки покупали большие, с большим литражом. Сейчас вы знаете, какие ввели налоги за плату за кубический метр. Уже, слава богу, эти машины, которые экологически не подходили ни под какие рамки. И по лет 20-30 ездили, ломались постоянно из-за них пробки делать, медленно исчезают. Появляются, слава богу, нормальные экономические варианты. Но, тем не менее, у нас действительно большие пробки. Мы очень много сейчас над этим вопросом работаем. Он должен решаться двумя путями. Первое – это улучшить дорожную сеть и фотофорную сеть. Где-то дороги до второго делать одностороннее. Мы хотим выделять отдельную полосу для общественного транспорта. И сокращать таким количеством автобусов. Улучшать маршрутную сеть. И экологически мы приняли на себя решение трамвай, троллейбусы. Оставляем и развиваем это. Конечно, инфраструктурные мосты, развязки. Дороги мы расширить, вы понимаете, не можем. А на самом деле тенденция во всем мире, если посмотреть Англию, Францию, Германию, они, наоборот, проезжую часть сужают. Они убирают препятствия. У нас же как? Машина вот едет, ему надо зайти в магазин, он бросил и поехал. Там уже не бросишь. Они и так делают это движение. Да, ты знаешь, от точки А до точки Б, ты вот будешь двигаться 20-30 километров, вот ты доезжаешь за 20 минут, вот ты всегда доезжаешь туда за 20 минут. У нас в шире в 5 раз, но можешь заехать от точки А до точки Б, когда-то за 20 минут, когда-то можешь заехать за 2 часа. Потому что вот эти все меры, которых я перечислил, все надо сделать и приводить в нормальное соответствие. И мы над этим работаем. Мост первый построили огромный. Да, 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 все проводят. А про трамваи. Все-таки трамвайная сеть, которая была в Кёнигсберге разветвленная, до пригорода в трамвае ходили. Это, по-моему, что узкоколейка, ладно, бог с ним, можно и с таким стандартом новый трамвай делать. Можно, потому что дороже. Дороже, да. Хорошо. Но даже проблема, мне кажется, не столько в этом, сколько в том, что рельсы идут по центру улицы. Да. И трамвай, который движется не так быстро, по сравнению даже, может быть, ниже, чем 50 километров в час, все равно едет по центру улицы. И вот вы, я понимаю, что это огромная цифра, тут считать, наверное, боятся многие специалисты. Но если перенести в сторону, чтобы автомобилисты и трамваи не конкурировали между собой, вы каковы объем этой инвестиционной программы? Это, можете даже... У нас мы считали, если все перекладывают рельсы по сравненным технологиям, стоимость, ну, просто из миллиарда, чтобы понятно было, мы в этих путем не идем. У нас два маршрута осталось, по большому счету. Вот один остался еще плюсом. Третий маршрут, он будет туристический, потому что он совершенно нерентабельный, там особняки им вообще не пользуются. Два-три человека ездят, он остается, потому что мы будем развивать для туристов. У нас своя будет стратегия по туризму здесь. И мы его ставили, ни рельсы не убираем, там отдельная полоса идет, и мы его чисто как маршрут на трамвае можно съездить от Южного вокзала, и проехать по всему городу. Это вообще другое видение, очень интересная мысль. Если мне оно понравилось, мы проэкспертирули, мы оставили для туристов этот маршрут. У нас всего две, через весь город практически не идут, два маршрута осталось. Один маршрут, пятый, его можно отдельно делять практически, он там в некоторых местах только идет посередине. Но тоже есть такие решения, мы в Дальске посмотрели, у них точно такой же город. У нас точно просто. Совершенно справедливо. Они нашли решение очень понятное, ясное, как делать. И скорость передвижения увеличивается, как по отдельно выделенной полосе. И мы это уже отдали задание для проектантов, чтобы они для нас сделали. В другом нашу то же самое будем выделять, и увеличим его скорость. И думаю, что он вернет себе. Было у Славы, во-первых, подвижной состав поменяем, сейчас мы как раз в поисках решения, на чем остановиться, потому что вы правильно заметили, у нас узкоколейка, и это несет на себе технические, и, к сожалению, решения. А за этим техническим решением специально под нас разрабатывать трамвай, это дорогое удовольствие. Он дороже, чем обычный, там летом 20, или там у других шпорок-клея, у которых есть. Поэтому мы, тем не менее, все равно это решение нашли. Поэтому в комплексе по замену подвижного состава и выделению отдельной полосы это возможно сделать. Мы будем это делать, увеличивая скорость передвижения на трамвае, конкретно на наших жителей. А где легче заказывать, лучше или выгоднее у белорусов, в России, на западе? Вот сейчас мы берем польский, с поляками проработали, уже один сейчас придет. И белорусы мы вообще заказали под наши тележки, которые, хлава богу, мы на металлон. Потому что в трамвае практически 40-50% это тележки. У нас 40 пар осталось, на 40 трамваев. И мы попросили конструкторов белорусских разработать, посадить под нашу узкоколейку современный оснаст, чтобы кузово было, посадить наши тележки. И они сейчас разрабатывают, конечно, он будет дешевле, дешевле в разы. Но пока это в планах. Я вот сейчас только с завода приехал. Очень интересный проект получается. Дай бог, чтобы сейчас они его здесь математические модели все вычитывают, чтобы он в углах входил, нигде они там не соприкасались. И тогда уже можно будет на следующий год подписывать будет контракт. Короткая реклама на ТВ-5, но мы вернемся очень скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова